Ярославское село Прозорова возрождается благодаря усилиям местного священника. Стараниями отца Анатолия Денисова созданы два музея. Коллекцию для них он собирал лично. Чем он еще готов помочь односельчанам, расскажет Зинаида Курбатова. Рота иерей Анатолий Денисов в одну секунду вспрыгивает на трактор. Перед праздником крещения надо почистить снег на улице у храма Святой Троицы в Прозорове. Это одна из пяти церквей в округе, где он служит. Толя, все, хватит. Иди, грузи. Дальше вози. Каждый день приходится норовато отвозить. Отец Анатолий здесь с 1999 года. Раньше был один на весь район, сейчас священников трое. Но это не значит, что стало легче. Он знает всех сельчан, все их беды и радости. Он привлек жертвователей и построил воскресную школу и трапезную. Сашка такое стихотворение на Рождество рассказал. Весь замерз. Идите быстрее чай пить. Бегом. Благодаря пассионарности отца Анатолия церковь в Прозорове, отдаленном селе Ярославской области, выполняет ряд общественных функций. В день, когда мы приехали в деревню, у многодетной семьи сгорел дом. Отец Анатолий думает, как объединиться и помочь. Вот сейчас все равно мы не усидим. Со всеми детьми поедем на прожар. Пускай они посмотрят. Как у отца Анатолия, которому скоро исполнится 60, хватает на всю энергии, непонятно. В Прозорове, в том числе и его стараниями, создано два музея. Один посвящен Малоге, древнему русскому городу, который был затоплен в 1940-х, во время устройства Рыбинского водохранилища. Этот музей необычный, среди экспонатов можно пожить. И хоть немного понять мир русской деревни, столь важный для нашего национального самосознания. Я не могу достучаться до каких-то высоких людей, для того, чтобы русскую деревню спасти. Поймите, что Москва без деревни не столица. Надо думать, надо возрождать русское село. В далеком Прозорове сходятся важные для русской истории факты и имена. Храм Святой Троицы был построен Мусиным Пушкиным, тем самым, что нашел рукопись слова полку Игореве. Намоленная икона Богоматери была найдена случайно. Когда отец Анатолий приехал причастить пожилую одинокую женщину, он увидел этот образ из Дорофеева Югского монастыря. Обитель эта тоже была затоплена, осталась на дне Рыбинского моря. Я попросила причастить, я причастил. Она говорит, батюшка, у меня крыша дыроватая, я там доску приготовил, мне бы надо заколотить эту дырку-то. Ну, хорошо, у нас в деревне мужиков-то нет. Ну, я перееделся, пошел, я посмотрел, это не доска, это икона. О затоплении Малоги и 750 деревень в советское время говорить было не принято. Гидроэлектростанцию задумали еще при царе, но уровень воды не собирались делать столь высоким. А в конце 1930-х потребовались большие мощности. Жителям объявили, что их переселят, а их родина уйдет под воду. 95-летний Николай Новотельнов живет в той самой избе, которую в 1940-х раскатали на бревна, вывезли из Малоги и поставили в предместье Рыбинска под названием Слип. С выцвесших фотографии смотрят предки, купцы в окладистых бородах, малакжане. Николай Михайлович успел попрощаться с родным городом весной 1941-го. Туда ходил катеришка такой маленький, туда и обратно. И вот я туда поехал. Малога еще, конечно, была не затоплена, но на улицах уже была вода. Оба музея в Прозорове наполнены коллекциями, которые собирает отец Анатолий. И прежде всего это гармоники и баяны, слабость настоятеля храма. Много встречается людей, которые смотрят на церковь. Это то грех, то грех. Да зачем мне это такое православие? Я вам хочу громко сказать, что сегодня религия не печалей. Она не сегодня, а всегда. Наша религия не печалей, а религия радости. Многие вещи тут из затопленных деревень. Переселенцы забирали с собой предметы обихода и документы. Паспорт лошади. Кличка Зорька. Год рождения 1920-й. Масть и приметы. Ворона и ноги все в чулке. А бежав село, снабдив бабушек дровами, напоив деревенских детей чаем, батюшка спешит в храм. День на этом не заканчивается. В трапезной ждут сельчане со своими проблемами. Нужно помочь и утешить. Зинаида Курбатова, Леонид Арончиков, Геннадий Корнеев. Вести.